МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Персональный акцент. Парламент Молдовы в своем нынешнем составе подводит итоги. В феврале следующего, 2019 года, мы будем выбирать новый состав законодателей. Традиционно накануне проводятся самые различные социологические опросы. И вот здесь есть о чем поговорить. Практически в каждом таком опросе наши сограждане на вопрос, кто, на их взгляд, самый коррумпированный орган власти, называет именно парламент. Он возглавляет пирамиду молдавской коррупции. И это главный результат деятельности сегодняшнего парламентского большинства. Возможно ли изменить отношение граждан Молдовы к тем, кто по закону призван стать проводником их интересов, а по факту преследуют личные интересы? Как сделать так, чтобы парламентское большинство было представителем большинства граждан Молдовы, а не отдельной группой лиц? Об этом и не только. Поговорим с представителем парламентской оппозиции, депутатом парламента от ПСРМ Олегом Сава. Здравствуйте! Добрый день всем! Вот давайте начнем сразу. Сразу таких вот оценочных заявлений. Вот ваша оценка последних четырех лет нынешнего состава парламента. На чем сконцентрирована работа парламентского большинства, на ваш взгляд, была? Чего им удалось добиться? Чего наоборот, в общем-то, добились вопреки тому, за что голосовали, в том числе и их избиратели? Что по факту происходило все четыре года на парламентских площадках? Ну, тут много факторов, конечно, на это влияет. Скажу сразу изначально, после выборов 30 ноября 2014 года была совершенно другая конфигурация депутатов, различные, те же фракции, но в то же время разное количество депутатов было. И мы, как видим, по истечению четырех лет, тут совершенно другие фракции, и непонятно, кто теперь оппозиция, кто правящее большинство. Отчасти это верно. Очень хорошо сказал президент Республики Молдовы Игорь Дедон об этом, что более позорного парламента в истории молдавского парламентаризма не существует. И не существовало. И я с ним во многом согласен, потому как граждане отдали свои голоса, мандаты получили именно из той программы, из тех идей, которые они обещали избирателю. Что еще влияет на парламент, на решения, которые он принимает? Я имею в виду парламентское большинство. Избиратель видит парламент, видит депутатов, но там идет своя пермаментная постоянная борьба, что касается той фракции, которую я представляю партией социалистов, она практически осталась неизменной с самого начала. Ну, потеряли мы, как говорится, в кавычках одного мандата. Один мандат, ну, это, конечно, личное дело. Человек выбрал свой путь. Да, выбор своего человека. Я его судить не буду. Ну, хотя, удивительно, как говорится, такой был коммунист, перешел к социалистам, а вот сейчас как-то, ну, так получилось. Ну, речь не об этом. Влияет сильно соглашение с Европейским Союзом. Я, например, скажу своего опыта на комиссиях представителей правительства, которые представляют законодательные проекты, мотивируют не интересовый граждан, а мотивируют, что так велят европейские директивы. Согласно тому соглашению, которое было подписано премьер-министром. Давайте начнем с того соглашения, которое было напечатано практически на 900 страницах. Кроме того, граждане должны понимать, что еще есть ссылки где-то 40-50 тысяч страниц. Я хочу знать, кто это когда-то прочитал и установил. Сейчас мы это получаем, когда что-то, какой-то законопроект. Есть законопроекты, списанные из соседней Румынии. Прямо слово в слово. Депутаты грамотные, они анализируют эти вещи. Поэтому это тоже один из существенных факторов, который влияет на принятие решений для большинства. Кроме того, ни для кого не секрет, что у нас плутократия в стране, власть богатых, власть олигархата. Разумеется, что лоббируются и свои собственные интересы. Кстати, можно заметить тенденцию, что ухудшается положение, которое защищает права рабочих или работников, скажем, в трудовом законодательстве. Потом, для меня это, конечно, я первый раз стал депутатом, для меня это опыт, опыт бесценный, я скажу, для меня. Кроме того, на депутата нигде не учат. То есть человек из разных областей... Можно почувствовать, призван он для этой работы или нет. Это хорошо, когда депутат знает проблемы людей. То есть имеет личное участие. Кстати, вот к этому могу привести пример. Раньше, вот во Франции еще 30-40 лет, депутаты были представители народа. И вот эта тенденция распространяется на все парламентские республики. Депутаты уже становятся как бы профессией. Но это далеко не так. И закон тоже гласит, что это народный избранник, который должен представлять интересы граждан, которые его избрали. Что касается работы парламента, избиратель сам видит верхушку айсберга, когда уже идут непосредственные дискуссии, дебаты в самом парламенте. Принятие новых законопроектов. Но основная работа, законодательный процесс сам по себе, это коллективная работа. Это обсуждается, привлекаются специалисты. К сожалению, что у партии социалистов, хотя она до недавних пор, скажем так, являлась одной из самых крупных фракций, не хватает голосов для того, чтобы влиять на принятие решений. Как сконструировано парламентское большинство? На каких принципах, на ваш взгляд, взгляд с одной стороны изнутри парламентской площадки, то есть как непосредственно участника этих событий. В то же время вы, будучи представителем, находитесь рядом с процессом, над схваткой, рядом с схваткой. Здесь могут быть варианты. Но тем не менее, на чем основаны, на каких принципах, какова главная цель этого парламентского большинства сегодняшнего, на ваш взгляд? Что их объединило? И почему именно вот так оно сформировано? Ну, мне кажется, знаете, вот я же не зря начал наш с вами разговор с того момента, что хотелось бы, что парламентское большинство, то есть представительство законодателей, отвечало, ну, равнопропорционально тому количеству людей, которые проголосовали. Вот если есть, допустим, смотрите, сколько мандатов у партии социалистов, какое огромное количество людей проголосовало за вашу партию, какое огромное количество проголосовало за президента Республики Молдова, беспрецедентно. И вот как сделать так, чтобы и на парламентской площадке, вот если проголосовало, ну, будем говорить, такое количество избирателей за партию Лева Толка, почему же она оказывается все время в оппозиции? Вы знаете, я бы глубже ответил на этот вопрос. Вот наш парламентаризм молдавский, я поэтому ярый сторонник президентской формы правления. Вот представьте ситуацию, если будет президент, глава государства, и ему будет подчиняться и парламент, и правительство, вот эти вопросы, которые вы ставите... Будут очень по-европейски, нам скажут наши европейские партнеры. Ну, конечно, потому что это и есть их идея, их программа. Они ввели в 1994 году, когда была борьба между Яковом и Лучинским, с одной стороны, с Воронином, оттуда и появился. До этого у нас была президентская форма правления в стране. Да, вот далеко ходить не надо, Белоруссия. Посмотрите стабильность, совершенно все по-другому. И народ живет лучше. Я, например, знаю, там есть в совхозах, получают до 500 долларов. То есть, видите, сохранилась такая форма собственности, как совхозы, совместные хозяйства. И, кстати, больше скажу, у меня личное мое мнение, я против частной собственности на землю. И могу объяснить по ряду причин. Одна из причин даже, она для меня очень важная. Воздух, вода, земля, это все создано создателем. Это все должно принадлежать гражданам всей республики. У Перельмена, Григория Перельмена, если вы знаете математик, решил по Ангаре теорему. Вот я нашел у него такую мысль. Есть частная собственность, есть государственная и гражданская собственность. Так вот. Третья форма. Да, третья форма. Она очень интересная. Я думаю, она имеет право на жизнь. Рано или поздно, все равно мировой капиталист когда-то рухнет. Вот сейчас все эти геополитические игры, все идет за что? Борьба за ресурсы. Почему Россия? Россия в недрах 24% мировых запасов. Гриим надо сырье. Вся их история была такая. Африка, Индия высасывали ресурсы. Сейчас мы попали практически в такое же положение. Мы захвачены не столько вот как олигархатом. С этой стороны даже скажу, у них ничего не получится, потому что они не влияют на принятие решения. Они не свободных. Есть другие хозяева. Местные олигархи. Конечно. На них решают. Дело не в том, чтобы Плохотнюк был бы другой. Создались условия. Именно эти условия. Кто виноват в этом, граждане сами это ценят. Создались условия для того, чтобы олигархи пришли к власти. Но когда олигархи приходят к власти, то же самое мы видели в Ельцинское время. Вот президент России Путин равно удалил их. Ведь это нормально. У власти должны быть государства. Конечно. Грузия прошла через этот период. Кстати, Саакшвили их остановил. Потом опять это началось. Это маленькое то, что у него там можно ему поставить в заслугу, как говорится. Потом, что такое, когда олигархи правят, богатые правят страной? Это всегда ставит свои личные интересы выше общественных. Кстати, совершенно недавно читал работы Ивана Ефремова, писателя-фантаста советского. Он, кстати, не только писатель-фантаст, он палеонтолог, геолог и оккультными науками. Архив до сих пор, кстати, его засекречен. И вот есть работа у него, касаемая государств. Когда разрушается государство, организация, партийная организация империи, когда падают нравственные устои. А нравственные устои, это когда свои личные интересы ставят над общественными. Все. Это приговор государству. Олигархи именно выражают такую позицию. Ведь у них к чему все двигается? Двигается к тому, коммерциализация произошла во всех областях. В медицине, в образовании. Культура, если не приносит коммерции, ее вообще отодвинули в сторону. Коммерциализация подразумевает под собой минимализацию расходов и максимализацию доходов. Это через что происходит? Происходит через эксплуатацию. То есть присвоение результатов чужого труда, чужой деятельности. Это законы такие же, как законы физики. Они работают. Вот смотрите, инвесторы итальянцы. Есть цифра. Они зарабатывают на наших женщинах до 20 миллионов евро в год. Вы говорите о швеях. О швеях. И так всюду. Посмотрите, сахар. Я, находясь в аграрной комиссии, хотя сам по образованию нет, но как каждый молдаванин имеет сакральное отношение к земле, к этому было тяжело. Перебывался, как говорится, на ходу. Плюс у меня было не очень хорошее знание молдавского языка. Правда, я уже подтянул. Катастрофически не хватает времени. Кстати, это заслуга этого парламента. Там есть хорошие ораторы. За счет этого тоже поднимал. Хотя, каждое пятое, шестое слово не понимал. Сейчас прекрасно понимаю. Но еще есть трудности с выражением мыслей. Гораздо легче изнести. Дело практики. Дело практики. Это никто не спорит. Писать, читать, и все будет хорошо. Так вот, я к чему говорю. У нас есть кота на сахар в Европейский Союз. Так вот, у нас его производителя нету. Молдавского производителя нету. Есть немцы, держат сахарные заводы. У них свой особый льготный таможенный режим. Они вывозят сахар. К нам и население это знает, республики завозят сахар. И это совершенно другой сахар, не сахар вкуса моего детства. Так же, как и сливочное масло и прочие продукты питания. В этом вот контексте хочу сказать, депутат-социалист Раду Мудряк. Очень хороший сейчас законопроект, который я буду поддерживать двумя руками. Думаю, он пройдет. Хотя встречает сопротивление запрета геномодифицированных продуктов. Геномодифицированных продуктов очень много в детском питании. Есть две или три корпорации мировые, которые вот эту тему разрабатывают, эти проекты. И вот хотят и здесь. Хотя два года назад представитель правительства республики Молдовы, женщина, сейчас не упомню фамилию, яро доказывал ему, что у нас нет геномодифицированных продуктов. Вот посмотрите, муку для мамалыги, национального блюда Молдовы, мы берем с Румынии. Посмотрите, что на наших мельницах. Даже на обмен частные лица привозят, получают муку, они ее не мелят. Они уже дают муку, которая привозна. Ну, в данном случае с Украиной, потому что она там дешевле. Здесь я потом дальше коснусь, почему фермеры сажают у нас низкорентабельную продукцию. Опять же, затраты меньше. Вот для примера я приведу недавнее наше советское прошлое. Помните колхозы? У нас большинство колхозов было миллионерами. То есть они имели тех полновесных советских рублей на счету. С этих денег они содержали садики. Земля же осталась. Вот возьмем предел колхоза, та же самая. Урожай тот же самый. Все то же самое. Но прибыль сейчас, а это главный вопрос в любом государстве, переспределяется двум-трем человеком. И у нас при советской власти в аграрном секторе было занято 62% населения. Сейчас что получилось? После программы ПАМЫНТ, но опять же, она была проведена на американские деньги. Мы это знаем. Платили, где проводил, в валюте, в твердой, американской. Кроме того, смысл этой программы был сделать людей собственниками. Но никак не разделить это все. Потому что была база техническая, была земля. Разговаривая с одним из бывшим министров сельского хозяйства, он ездил в Америку приобретать опыт. Консультироваться. Да, видел животноводческий комплекс. Он мне сказал, Олег, знаешь, что я увидел? Наше прошлое. То есть мы сейчас обучаемся тому. Кстати, побывав в Аргентине в командировке, знакомился со своим сельским хозяйством. Вы знаете, сколько работает у них сельское хозяйство? 3% населения. Сейчас дело технологий. Да, технологии там, конечно. Ну, при весе, я скажу, крупного рогатого скота, килограмм 200. Есть сутки. Кобикорные стоят установки такие, которых у нас нет. На каждых фермах. Но там все продумано. Но я не буду там технологии наутил рассказывать и прочее. Ну, селка у них 64 ряда сразу берет. Правда, где я там был, Аргентина имеет протяженность почти 4000 километров. Разные рельефы, разные это. Там пампа, степь. Но мне понравилось. Кстати, до реформы у них работало 14% населения в аграрном. Осталось 3. За 10 лет они троекратно, в три раза увеличили зерновые и сою. Я только добавлю, знаете, вот, может, знаете ли вы этот факт или нет, но в начале прошлого века в Аргентине сельским хозяйством было все ужасно. Было подано, ну, бросили клич власти о том, что вот кто хочет поднимать сельское хозяйство в Аргентине, милости просим. И очень много выходцев из Молдовы, из Гагаузии до сих пор есть. И мои дальние родственники тоже есть. Как раз вот наши с вами бывшие сограждане поднимали сельское хозяйство в Аргентине. Да, Аргентина. Я вам скажу еще очень важные детали. Пожалуйста, машины всех марок. Но завод должен быть в Аргентине. Не заводится ничего, ни краска. Болтик даже не заведется, гаечка не заведется. Все произведено в Аргентине. То есть рабочие места, экономика. Это была у них проблема экономическая, рухнула валюта. Но еще лет 15-20 назад там был земной рай. Я с многими разговариваю. Кстати, встречался с нашими соотечественниками. Это страна иммигрантов. Это очень интересно. Можешь прожить в Аргентине, на территории Аргентины два года, и ты получаешь гражданство Аргентины. То есть сделано по иммигранту. Ну и сама, что меня еще очень поразило, там итальянцев много, и испанцев, хотя и другие нации, что там знают деревни, откуда приехали 200 лет назад их предки. Мне это очень понравилось. Практически каждый знал, даже знает, вот у меня испанские корни, у меня итальянские корни. Даже по Бунас-Арису это видно. Архитектура всех типов, всех видов. Красивый город, конечно, мегаполис, 14 тысяч миллионов. Экликтика присуща этим государствам. Да. Пожалуйста, машину можно возить из-за границы, но она в два раза будет дороже, ровно стоит. То есть вот это забота. Питание очень хорошее, здоровое. В магазинах это все местное. У нас, мы отдали даже наш собственный рынок. Я сейчас просто, ну, как бы, абсолютно противоположные действия. Здесь я хочу заметить, что в современной экономике важен рынок сбыта. Производить при современных достижениях это быстро. Можем. Но рынок сбыта у нас даст. Если вы помните перед соглашением. Вот мы тоже сможем завозить в Европу товар. Так же торговать будет дешевле. Стало он дешевле. 500 миллионов, да. Нет. Вы зайдите в любой магазин. 90% это иностранного производства, которое мы платим валютой. И вот что происходит у нас в стране. Как результат подписанного соглашения. Хотя мы имеем это. Вот почему я и поддерживаю закон, предложенный Раду Мудряк. Потому что, вот просто объясняя на примере, и он тоже объяснял. Баночка томата, геномодифицированных помидор, стоит 3 лея. Пока привозят сюда, пусть 6 будет. 9. А нашего производства 14. Не за счет технологий. За счет того, что геномодифицированные, это не только на их свойства, но на дешевизну производства. Влияет, да. Да. Это влияет и очень сильно влияет. И мы потребляем не знаю что. А это следующее поколение точно почувствует. Кстати, вот хочу привести пример. На деторождаемость влияет очень много факторов. А у нас, кстати, 40 тысяч умирающих в год и 38 всего лишь рождающих. И что важно, вот как раз когда была премьер-министром Зина Петровна Гречанная, вот тогда у нас поднялась рождаемость. Все это правительство, которое было до этого, все время у нас мертность превышала. Я к чему-то хочу сказать. Вот смотрите, Китай, Индия, да, вот демография у них все развивается. Потому что они потребляют практически свои натуральные продукты. Так же и Африка. То есть не влияет фактор нищеты, бедности, которая находится в стране, а влияет именно вот эти вещи. Их много, там в совокупности смотреть. За 25 лет, если вы помните, несколько лет назад была проведена перепись. Результаты до сих пор не даны, потому что они страшны. У нас пропал миллион граждан. Вот если цифра была 108, выезжали ежедневно, то уже 120, 125 идет. Покидает все и покидает кто нас. Оставляя страны самые энергичные, толковые люди. Я скажу о своей семье. У меня пять двоюродных братьев, которые стали, это с моей фамилией, которые стали гражданами Российской Федерации. Надо кормить, они не видят, они не видят себя. Посмотрите, студенты. Только заканчивают и сразу ищут работу куда-то за границу. Да, может устраиваться кто-то из тысячных, более-менее сносно. А остальные, мы там люди второго сорта, ограничены. Визовые режимы не дал нам права на работу. Да, дал нам право, опять же, мы привозим деньги в их туристическую индустрию. Если разобраться. Всюду есть свои тайные, скрытые тайные интересы. И это надо понимать. Я всегда с гражданами, когда разговариваю, я им говорю, умейте ставить вопросы, и умейте получать конкретные четкие вопросы, ответы на эти вопросы. И тогда будет ясно, потому что средства массовой информации в большинстве своем манипулируют гражданами, не информируют. Опять же, они тоже кому-то ангажированы, кому-то подчиняются, получают установки. Поэтому я скажу, что наше государство дважды захвачено. Дважды захвачено. И это все, вот последствия, и работа напрямую влияет и на работу парламента, и соглашение с Европой. Я говорю, никто не против европейской цивилизации, европейских ценностей, здоровых ценностей. Я не говорю про, кстати, сегодня всемирный день толерантности. И вы знаете, Станислав, есть второе значение толерантности. Добровольное перенесение страданий. Спрашивается вопрос, почему я должен перенесить страдания. Добровольно тем более. Во главу всегда надо ставить права человека. С этим никто не спорит. Те права и свободы, которые заключены... Вы смотрите, в результате вот этого соглашения, почему-то во главе угла права европейца. Мы поощряем европейского производителя, мы поощряем европейского импортера. Вы приводили пример, ну сразу и Аргентины, и Китая, и Индии. И в большинстве, то есть своим успехом, в большинстве своем, эти страны обязаны, конечно, такому вот феномену, как реформы. Проводились те или иные реформы, благодаря которым и, в общем-то, достигали достаточно высоких, хороших показателей. Но опять же, реформу надо просчитывать. Надо внимательно к ним относиться и понимать, к чему эта реформа проведет. За последние почти три десятка лет, 27 лет, так сказать, с момента обретения независимости, в Республике Молдова, наверное, самым популярным словом было именно слово «реформа». Но на протяжении четырех лет последних, мне кажется, реформа буквально через слово, мы только и слышали, реформируем сектор юстиции, правосудие, реформируем. И так дореформировали, что, например, я до сих пор не могу разобраться и понять, в чем смысл пенсионной реформы. Ведь это, в общем-то, затрагивает каждого из нас перспектива того, как пройдут наши годы после работы, после того, как закончится, завершится трудовой цикл человеков. То есть, чему мы сможем себя посвятить? На какие деньги будем жить? Как мы зарабатываем себе на эту пенсию? Когда мы выходим на эту пенсию? Что получаем в итоге в результате этой реформы? Увеличивается эта пенсия или, по факту, мы получаем, в общем-то, опять же, какой-то, знаете, так сказать, сгулькин нос вместо денег? На ваш взгляд, да, подачка. То есть, что происходит? Ведь, смотрите, на эти пенсии нынешние прожили, мы всегда следили за тем, как живут наши ветераны и понимали, что мы в неоплатном долгу перед ними, нам оставили страну, республику, цветущий край. Сегодня уже мечтать не можем о возврате тех успехов. Эти люди получили от нас, от нашего поколения неблагодарность, потому что мы не сумели не отстать ни их права, мы не можем вернуть им веру в то, что они остаются свободителями, они остаются победителями, они остаются ветеранами, которые отстроили нам эту республику, подарили прекрасный белый город и еще 32 города на карте нашей республики. В итоге там, я не знаю, я вот бываю на своей родине, я не устаю говорить. Во Флорештах было около семи заводов, в том числе и завод чугунного литья, и сахарный стеколь, и хлебзавод, и прекрасный табачный завод, где сохранены, советской властью были, сохранены здания, построенные итальянцами еще в годы оккупации румынским государством здесь, строили итальянцы табачные заводы. И вот эти здания сохранены были тогда. Нынешняя власть все это разрушила, и сейчас если приехать на территорию Флорештского табачного завода, можно снимать кинокартину, например, Сталинградская битва, потому что там это все так и выглядит, как будто танками прошлись. А ведь там был шикарный хвойный сквер, фонтаны на территории завода, детский сад на территории завода, дом культуры с колоннами собственными, опять же, на территории завода, магазин хозяйственных и продовольственных товаров. Это был, знаете, мир в мире, государство в государстве, в том же время там работали ответственные люди, и там росли династии табачные. Сегодня, я думаю, что это, в общем-то, история любого завода на территории Республики Молдова. А что я раньше отметил? Вопрос перераспределения прибыли. Это все шло на народные нужды, на общество. Сейчас это уходит в карман одному человеку. В какой форме? Все развалины, не унесешь с собой могилу. Я с вами согласен в том контексте, я тоже, когда слышу слово перестройка или реформа, внутренне содрогаясь. Да, может оказаться, что это все очередное грабежное. Чем больше мы делаем реформ, чем более бедные мы становимся, более бесправными и прочие последствия, которые только негативные. Это всегда, вот смотрите, даже новоиспеченный министр сельского хозяйства уже вышел с идеей о продаже земель, сельхозяйственных. То есть, уже нечего больше продавать? Все продали? Трактора, селки? Да, это самое главное. После людей, наши почвы, это самое, сами знаете, они одни из лучших в мире, самое богатство нашей страны. И мы этим не пользуемся. Вот я касался раньше, почему низкорентабельные сажают культуры. В основном подсолнечник, в основном пшеницу, кукурузу. Все. Большинство посевных площадей. Ну, где там зона виноградарства, то немножко другое. Тут же продается прямо на корню. Вот те же румынские коммерсанты приезжают. Вот. Картина. Прямо шелухой, сразу забирают наше зерно. Баржа в джурджулестах грузится постоянно. Мы ничего не производим. То есть, мы отдаем первоначально сырье. С сырьем первоначальным. А есть много высокорентабельных культур. Да хотя бы для парфюмерии травы выращивать. Доходы 6-7 тысяч евро. Когда-то у нас были лавандовые долины. Конечно, было. Я тоже помню, после Кишинева выезжая, там и сейчас есть это, но уже не в тех объемах, как это оно было. Где-то на третий год начинается прибыль. Поверьте мне, мировая парфюмерия заберет все эти масла, фирмы, которые мы будем делать с трав. Поэтому, возьмите фрукты, овощи, все. Тоже мы продаем сырьем. Надо заводы восстановить. Ведь все хорошее, забытое старое. У нас такая картина, которую вы назвали во всех районных центрах. Поверьте мне. То же самое всюду. В каждом районе в центре были один или два консервных завода. Да, нельзя говорить, что флорешты это особый случай. Это всюду так. Я помню этот город, как строился. При советской власти стадион могли построить за два года. В флешках он ремонтируется уже 10 лет. Понимаете, то, что строил. Кстати, еще не разрушили все то, что было построено при советской власти. И запас прочности. И по прочности. Да и асфальт вот еще до сих пор, который был уложен еще при советской власти. Большинство асфальтов. Понимаете? Зато они, вот, кстати, реформу правосудия. Построили шестиэтажное здание или пятиэтажное. Я его не видел, но из прессы. И это они как заслугу реформу правосудия. Ну, разве в этом заключается? Да, мы там сделали камеру для малолетних преступников. Во время судебных... Ну, это предварительный арест. Да. Ну, во время судебного заседания. Где-то содержатся задержанные. Это уже подсудимые. Потому что у них статус подсудимых. Но он дальше идет в ту же тюрьму. И живет в несносных условиях. Кстати, партия социалистов недавно акцентировала внимание, что творится в наших пенециарных учреждениях. Ездили и комиссии, и смотрели, и знакомились. Ну, народ и так знает, что там творится, и как оно творится. Теперь, что касается... Касается этой разрухи. Это люди, которые абсолютно не государственники. Они интересы народа. Личные интересы... Что я и говорил? Они свои личные интересы ставят. И специально банкротят. И специально разрушают. Для чего? Потом скупить за бесценок. Я помню, только вошли в парламент. Где-то через полгода появилась инициатива модернизации северных электросетей. Там что-то... Порядка 10 миллионов евро. Ну, часть была с европейцами. Мы задали вопрос. Готовится к приватизации? Вопрос... Положительный ответ был. Без ответа, но подразумевался положительный. То есть, опять же, брав с бюджета государства 10 миллионов евро, потом приватизируют за миллион, и он становится... Кстати, вот с юнион финоза. В Перу, кстати, национализировали. Отдавать электросети, ну, тоже я могу сказать, Лучинский тоже из того же клана. При нем началась вот эта грабительская приватизация. И Филат один был из главных героев. Здесь вообще можно пройтись и посмотреть каждый, как что, какую лепту и вклад в разрушение молдавской государственности вкладывал. Мы ведь пожинаем что? То, что правили до нас. То, что правили до нас, мы вот сейчас это все пожинаем, вот эти плоды, а отдавать, как я говорил, рынок в чужие руки. Вот я не могу понять, почему в детских садах питание не местного производителя. Ну, разве это нельзя делать? Когда начинаешь подумать эти вопросы, сразу встречаешь сопротивление. То есть у кого-то есть какие-то интересы. Вот помните скандалы даже с обеспечением детских садиков в муниципе Кишина. Уже бешеные деньги. Вот я вам дам цифры. 18 лей стоит пачка масла, да? Она продавалась в некоторых садиках по 32 лея. Вы можете представить? Заключил контракт. И отравление почему? Был центр, он проверял это все. Разрушили специально, чтобы не мешали коммерсантам проводиться и дела. Ну, вы мне задали вопрос о реформе пенсионной. На сегодняшний день у нас 525 тысяч официальных пенсионеров, а работающих 813 тысяч официально работающих. Я не говорю о тех, кто в конвертах получает, соответственно, они не выделяют пенсионный фонд. По классической формуле два работающих содержат одного пенсионера. Теперь посмотрите, у нас этого нет. Уже нет. У нас один работающий и чуть-чуть. И это была одна из причин. Ведь что такое повышая пенсионный возраст? Уменьшение количества пенсионеров. Сумма та же. Снимается нагрузка бюджета. И вот тут можно добавить 100, 200 лей, 300 лей. По большому счету это не повышение пенсии. Это компенсация тех же цен. Почему никто не говорит, что дрова стоили 500 лей два года назад, сейчас тысячу? Я экскурс делаю пенсии 60-70 рублей при советской власти. Тонна угля 18 рублей. 3,20 складометр дров. Что мог купить советский пенсионер на свою пенсию? И что может купить? Полгода, если пенсия... А в среднем у нас большинство пенсионеров 1300 пенсия. Надо полгода собирать только пенсию, ничего не кушать. Только для того, чтобы купить топливо на зиму. Знаете, что происходит в молдавских селах? Одинокие бабушки собираются и живут в одном доме. Втроем, вчетвером. Для того, чтобы отапливать помещение. И не тратиться. В складчину уже покупают топливо. Вот это происходит. Тенденция. Заходишь в молдавские села, уже примерно каждый пятый дом заброшен. Вот проходишь и видишь листва. Никто там не убирает. Закрыто. Собаки нету. Значит, полностью видно, что люди покинули свое жилье. Вот это страшно. Я вам скажу, это страшно. Это вещи, которые... Вот почему-то, кстати, женщинам подняли возраст пенсионный 63 года, как и мужчинам. Ну, гендерное равенство, видимо. Гендерное равенство. Ну, я тут категорически против. Женщина и рожает. Скажем так, выращивает будущего налогоплательщика. И здоровье тратит. Потому что каждые роды, это сопряжено с потерей здоровья. Они должны. Но женщины более... Более долго живут. Поэтому вот это уже была одна из причин, что сравнивали. Странно, что НПО, которое защищает права женщин, это никак не комментировали, не все. Они там защищают, если нетрадиционная ориентация, кота какая-то по политическим партиям, что было, или в парламенте. Кстати, в связи с этим, самый большой процент женщин в Уране. В парламенте. 53 процента. И хотя довести до 40, почему? Потому что скандинавские страны и Германия, в принципе, я смотрел, это вот 40 процентов к этому. Но почему-то они не защищают права тех же наших женщин, которые работают в сложнейших условиях. В связи с реформой, вот сейчас пошел такая идея, что если человек проработает на вредном производстве 20 лет, то может досрочно выйти на 10 лет на пенсию. А ведь просто ларчик открывается. Создается законодательная база для того, чтобы иностранные компании вводили сюда вредные производства. Они уже есть. Кабель, все. Вон мы в Камрате слышали, японской компании, которой люди не хотят работать. На Украине, кстати, тоже такие скандалы. Они что, за 200 евро они хотите работать? Там они платят по 2000 евро. А факт даже не в этом. Заболевшие наши граждане, это бремя на нашу медицину, в которой тоже не где. Не может быть, если сравнить государство как организм, в больном организме не может быть здоровых органов. И мы видим во всех областях. Платное образование и это прочее. Невооруженным глядом видно. А это было, денег нет на выплаты пенсии. Поэтому надо было снизить число пенсионеров. Для того, чтобы эти деньги перереспределили, как бы мы вам повысили пенсию. Все подсчеты. Любой бухгалтер это подсчитывает. Ну, 18-й год уходящий. Ведь оказался таким годом испытаний с точки зрения, ну, опять же, государственности Республики Молдова. Все не имеется силам, разрушающим Республику Молдову под флагом Унири. Те, кто желают уничтожения Республики Молдова и включения в состав соседнего государства. Я, насколько помню, в период сбора подписей под декларацией так называемой Унири, вы оказались в эпицентре скандала. Если можно, вот здесь ваш комментарий, почему это произошло, на ваш взгляд, как это произошло, с чем пришлось столкнуться? Да, был такой случай в моей практике, в политике. Помните, под знаменем либералов, это их, я все 4 года слышу только Унири, Унири, Унири. Никаких толковых этих. Меня особо что удивляет, что они при этом встают при гибне Республики Молдова. Ребята, если вы хотите, в чужом вы стоите, уважаете это государство, получаете зарплату от этого государства. Да, был такой скандал. Кстати, в Фолешском районе только одна примария, которая подписала, и как оказалось, и она была левая. Я вам объясню, эти Унири были подписаны совершенно случайными людьми. Ни канцелярами, ни этому. Мы, кстати, приняли антидействие, предприняли, и за независимость Республики Молдова только в Фолешском районе 19 примарий подписала. Подписывали, честь и хвала, снимая шляпу этим канцелярам, даже правящего большинства были канцеляры, которые были за государством. Кто не побоялся. Да, кто не побоялся. Черных меток. Я, конечно, а случилось как? У меня был обычный приемный день депутата, с 9 до 12, до часу дня, иногда и до 2. Ух, я принимаю каждую неделю в понедельник граждан. Это у нас святое правило, практически все социалисты в народе. Четкое и жесткое указание Зинаида Петровна, председателя партии. Я считаю это правильно, потому что депутат должен быть рядом с народом, знать, как они живут. Я вам больше скажу, вот сделал отступление. Я считал, что я прошел военные конфликты, на войне был, много видел, повидал. Я вам скажу, сейчас я видел, как люди приходят. Как приходит пенсионерка с 800 лей и ставит рецепты на 2000 лей. Притом, при этом имеет еще с рождения больную дочь, которая там получает 300 чем-то лей. Вот скажите, как этим старикам жить? А ведь вопрос здоровья у стариков всегда возникает. Я сделал маленькое отступление. Мне был звонок, что в селе Ишкалев собрались люди. Они узнали. Кстати, это люди сами. Ну, креативные, творческие люди у нас, либералы в украинском селе. Решили привезти. Да, там коммуна состоит из двух молдавских сел и усадьба украинское село. И они там, ну, конечно, люди возмутились. Я через 20 минут уже был там, взяв с собой еще Сержу Фонтыны районного консилера. Я обязан, если меня народ. Тем более, когда речь идет о государственности республики Молдова, это даже никаких сомнений не может быть. Я выехал туда, буквально там через 15 минут был. Там уже были два провокатора, либерал. Потом они писали, что я 30 человек туда пришел, что они были пьяны. Кстати, возбуждено уголовное дело против ксенофобии. Я вообще не понимаю, какое она отношение к этому имеет. Есть записи, есть все. Мы это снимали. Люди были крайне возмущены. Убегала, приморица не хотела приходить. Такие последствия. Люди были очень возмущены. Мне очень понравилось. И дальше скажу, три консилера, которые подписались, там, кстати, консилеры подписали, и тоже какой-то один случайный прохожий, отказались впоследствии от этих подписей. Пришли на местный консилиум и отказались. Поэтому надо было отпор давать всюду. Всюду надо давать был отпор. Мы молдаване. И этим все сказано. Наши предки не говорили... Как они говорили? Пришли русские, образно говоря. Пришли румыны. Значит, они себя идентифицировали как-то по-другому. У меня, кстати, был с одной учительницей в низкой разговора. Я говорю, ну, как я молдаване себя буду ощущать в Румынии? Ну, ты будешь румына, но будешь идентифицировать себя молдованием. Мне это как-то... Я считаю, предавать свою кровь, свою национальность, это последнее дело. Вот они кричат об унирии. А это унирия касается миллионов людей. Это судьбы поменены. Вот вообще я не могу понять. Если кому-то чешется где-то в каком-то месте, почему должна быть ликвидирована республика Молдова? Мы по территории не самая маленькая, не по населению. Достаточно самодостаточная республика. Почему кому-то чешется-то все? Это должно происходить. Это надо в корне пресекать. Плод до уголовного наказания. Такая снижет статья, но почему она не работает? Да она не работает. Вот я бы удивился, если бы прокуратура возбудила бы по этой статье. Это же преступление против государственности. Скромно молчит и правящая коалиция. Помните? Скромно молчит. Парады сексуальных меньшинств скромно молчит. Не комментируют никак. Поймите, я не против этих людей. Есть они, существуют. Но вот туда. Не надо себя пиарить. Мы же полноценные, мы же себя не пиарим. А они себя пиарят. Вот закон, когда о равенстве шансов был принят. Это что? Это, эти люди поставлены выше обычных людей. Нормальных людей. Я не говорю, что они ненормальные. Это их личное дело. Вот у меня уже был случай. Сын это когда-то все началось. Папа, откуда они берутся? Попробуй объяснить. Все. Все. Появился интерес. В этом контексте хочу сказать. Я, кстати, высоко оцениваю деятельность нашего президента. Не потому, что я депутат. Даже если бы не был специалистов, двумя руками. Потому что я вижу, что он дает. Это первый президент, который дал нам вектор направлений. Понимаете? И вот он сказал про Молдавское. Это не то, что сейчас демократ изъявляет. Это наше. Нам известен плагиат ваших оппонентов. Про Молдавское. Да. Они постоянно идеи воруют. Ну, в политике это идет постоянно рядом. Вы, по-моему, вместе со мной были на конгрессе семей. Да. Да. Почему-то там не появились никого из представителей. Людей было достаточно много. Очень много выступлений. Я знаете, о чем жалею, что я не успел на все лекции послушать. Вот австралийский представитель рассказывал. Как ЛГБТ организуется, как они развиваются, как они захватывают. Вот этот интерес. Все фамилии я имею. Я сейчас имею время. Я читаю это в интернете. Смотрю. Меня очень приятно удивило, что у нас есть точки соприкосновений. Мы отставим общечеловеческие ценности. Вот это очень большое дело. Трудно его переоценить, которое сделал президент, проведя вот эти два дня. Вы сами свидетели видели. Да. Конгресс семей. Следующий уже будет в Италии. Это действительно. Ведь представители западного мира были. Разумно. И отстаивают те же принципы, которые отстаиваем мы. Правильно? Правильно. Это как раз говорит, знаете, о чем? В том, что республика Молдова это не страна-изгои. Это страна, которая живет в общей конве мировой цивилизации. И это важно. Олег, времени совсем не осталось. И я думаю, что зрители сумели оценить вашу, будем говорить, жажду вашей деятельности во благо Республики Молдова. Жажду реализовать себя как политика вне зависимости от того, в каком кресле вы окажетесь. Ну, буквально, наверное, минута, если можно будет. Представьте себе, следующий парламент будет избран. И что, в общем-то, очень хочется, наверное, большинству граждан нашей страны. Победа будет за партией социалистов. На чем сконцентрируетесь? На решение тех проблем, которые накопились за время правления их, которые надо решать. И решать при том, при этом немедленно. Немедленно. Кстати, вот мне в связи с этим вспоминается Конфуций. Ну, и Аристотеля тоже есть, но немножко по-другому. Стыдно быть знатным и богатым в стране, где царит беззаконие. Как и стыдно быть бедным в стране, где царит порядок и закон. Вот от этого надо исходить. И надо наводить порядок. Партия социалистов – это партия государственников. И я, например, встретил своих единомышленников. И вместе мы – сила. Есть хороший президент. Много можно сказать о фигуре президента, и только положительного. Человек, который воюет, борется, дает нам ценности. Вера, семья, Родина. Вот это мы и стоять должны. И мы должны быть тут и сейчас. Не какие-то там пути туда-сюда. Но выживать мы будем, конечно, с помощью Евразийского союза. Это можно целую передачу «Почему я за Евразийский союз?». Но это абсолютно не значит, что мы против Европы. Мы должны с ней так же торговать. Все должно быть построено в принципе взаимного уважения. Понимаете? А не так, что мы предаток колониальный. Предаток кому-то. Да, я думаю, что как раз подписание в 2014 году вот этого соглашения, как раз был такой факт неуважения как со стороны европейцев, так и со стороны собственных наших молдавских политиков, неуважения к молдавскому народу. Были абсолютно перечеркнуты все интересы молдавских производителей. В Брюсселе смеялись, молдаване подписывают, даже не читая. В слепую. Так и было. Так и было. Олег, спасибо за эту беседу. Будем с удовольствием вас приглашать в нашу студию, следить за тем, как складывается ваша политическая биография. Ну и чем можем, конечно же, поможем правильно, можно так сказать. Хотя, конечно, вы знаете, по сегодняшним меркам, по сегодняшним законам, журналист не имеет права быть неравноудален от политических течений. Но быть журналистом еще не значит быть гражданином Республики Молдова и не быть заинтересован в успехе этого политического, главного человеческого проекта Республики Молдова. Спасибо вам. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был депутат парламента от Партии социалистов Республики Молдова Олег Сава. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова